Американское печенье, французские булочки и итальянский хлеб. Вся эта сдоба попадает на прилавок одной из красноярских точек общепита буквально через несколько минут после того, как ее достанут из печи. Это возможно благодаря тому, что производят ее здесь же, в краевом центре. Свою пекарню Артем Шилов открыл недавно, но уже планирует создать целую сеть по всему городу. Как говорит создатель заведения, кофеин в Красноярске сейчас много, поэтому решил выделиться ассортиментом и сделать упор на свежую выпечку. Деньги на реализацию бизнес-проекта получил, приняв участие в прошлогодней инвестиционной сессии. Работать на себя интереснее. Тут это сложнее в чем-то. То, что нужно организовывать только ты себя сам и никто больше. Но плоды ощутимо выше и счастье в жизни домой запривляется значительно от реализации проекта. Первая инвестиционная сессия состоялась в краевом центре прошлой осенью. Свои проекты на ней представили 160 красноярцев. Бизнес-планы оценивали известные в городе предприниматели, общественники и депутаты. В этом году участников ждет нововведение. Будет организована школа экспертов, где начинающих бизнесменов научат вести свое дело. Тот круг экспертов, который мы собираем, они имеют ровно отношение к красноярскому бизнесу. Они понимают, как красноярским можно этот бизнес развивать. Можно долго слушать бизнес тренеров, про то, как красиво там развивают бизнес, как его маркетинг устраивать. Но если ты не знаешь, как в Красноярске устроены коммуникации, как в Красноярске устроены места под определенный бизнес, если ты в Красноярске не знаешь людей, то тогда ты не сможешь свой бизнес построить на каких-то книжных началах. Стать участниками проекта могут все желающие. Нужно только подать заявку, а также иметь четко сформулированную идею своего предприятия. В успешности нового бизнеса заинтересованы не только его авторы. Для городских властей важно, чтобы инвестиционный климат Красноярска был благоприятен для экономического развития. Наша задача не просто свести данных людей. И в первую очередь инвесторы, они же вкладываются не из, скажем так, альтруистических соображений, а с точки зрения получения той же самой прибыли, войти к каким-то соинвесторам, соучастникам данного бизнеса. Поэтому мы все отслеживаем. И инвесторы потенциальные, и фактически они, по сути, участвуют в жизни тех людей, кого они профинансировали. Ну, пока на сегодняшний день это довольно успешно. Вторая инвестиционная сессия начнет работать 20 апреля. Заявки на участие можно подавать до 1 мая на сайте Центра содействия малому и среднему предпринимательству. Организаторы рассчитывают, что в этом году количество тех, кто желает открыть свой бизнес, и тех, кто готов в этом помочь, будет гораздо больше. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости.